Слушайте, я ненавижу шапки. Я помыла утром голову. Вот вообще где? Видно, что она чистая. Давайте забьём на мою ужасную прическу, которая была с утра очень даже симпатичной и приличной. Мне пришёл заказ с Алиэкспресс. Заказала я эти палочки апельсиновые. 100 штук за 110, по-моему, рублей. Короче, это бюджетнее, чем и фикс прайс, и тем более какие-нибудь магазины типа Литуале. Я пошла за перчатками. Короче, мне нужно было 2 или 3 вещи. Огромные пакетищи. Прежде чем я его сейчас покажу, хотела бы... На меня светит просто лампа большая здесь, поэтому такое неровное освещение. Хотела бы поговорить с вами о нынешнем моём состоянии. Если у вас тоже было депрессивное состояние, расскажите, как вы из него выходили, потому что я столкнулась буквально, наверное, неделю назад с состоянием апатии, с состоянием жуткой хандры, нежеланием что-либо делать. Я находилась в анабиозе в таком около недели. И я себя постоянно корила за это, потому что я сидела с утками за компьютером, мне ничего не хотелось делать, ни убираться, ни приводить себя в порядок, ни делать какие-то работы по университету, просто ничего. Я сидела за компьютером, смотрела сериал. День, наверное, на четвёртый, я поняла, что мне это всё надоело, причём я не хочу что-то менять, мне просто надоело сидеть за компьютером. Я не хочу теперь смотреть сериал, но в то же время я не хочу не читать книгу, я не хочу разгадывать японские кроссворды, потому что они надоели, я их четыре дня эти разгадывала. Я не хочу ни убираться, опять же ничего делать, ничего вообще не хочу, вот вообще ничего. И я начала себя корить за каждый пройденный час, потому что я сидела в этом состоянии, битый день, битый час, я ничего не делала, и я начала себя корить за то, что я в таком состоянии, что я ничего не делаю, что время идёт, и я сижу на месте. А потом я просто поняла, что моё действие никак не меняется, из-за того, что я на себя наговариваю, я ничего не делаю. Смысл тогда не тратить энергию, и без того, который нет, на то, чтобы обдумывать какие-то вот такие поступки. И я себе сказала, что я буду сидеть в этом состоянии до тех пор, пока мне это не надоест. Я буду лежать на кровати просто так, я буду сидеть и смотреть сериал. И спустя, наверное, дня два мне это надоело. И в воскресенье я начала искать причину, почему мне стало так плохо, почему я целую неделю была в таком состоянии. Вообще я была в жутком состоянии, на самом деле. Я писала Вадиму, мы с ним списывались. Я говорю, у меня даже доход до смешного, я не хочу, я не могу встать и дойти до кухни, если я хочу кушать. Или я хочу в туалет, но я не могу встать, потому что мне лень. То есть я буду сидеть до последнего, пока мне вот уже не подопрет, пока мне уже живот не начнет там съедать сам себя. И вот тогда только я пойду в одно из этих двух мест. А может быть, в два сразу. Но вообще не было никакого желания. И он говорит, типа, ну, может быть, какую-то мотивацию тебе найти, может быть, чем-то заняться. Займись делом. Я говорю, я не хочу ничем заниматься. Вообще ничем не хочу. Мне даже вот писать тебе сейчас лень. Вообще ничего не хочу. Ну и, в общем-то, я тот человек, который может себе дать такой отдых, потому что я не считаю нужным мучить себя, корить себя, гнобить себя и делать что-то только ради того, что, а вот время идет, мы не знаем, что будет завтра. Я понимаю, прекрасно, но если уж так прям по-жёсткому, я не думаю, что вы бы хотели делать за последние свои два дня жизни то, что вам вообще не хочется. делать что-то для того, что, может быть, завтра вас не станет. Вот как-то так. Поэтому я к дурью маялась, и потом в воскресенье я поняла, что я так больше не могу. Всё. Почему я впала в эту обстановку? Я поняла, что у меня есть несколько домашних заданий, которые я ни в коем случае не хотела делать. Они мне не нравились, они были довольно сложными. Но мне не хотелось это делать. И на эти задания накинулись следующие задания. Накинулся диплом, накинулись научные статьи, накинулось всё это, накинулось, и я это всё в дальний угол. Потом накидывается дома дела, какие-то там, уборка, да. Потом накидываются ещё какие-то дела, ещё какие-то дела. и мне ничего не хотелось делать. И я села и сказала себе так, всё, сегодня воскресенье, крайний срок, ты садишься и начинаешь делать все задания. Я села, я сделала три работы, которые были самыми сложными. Я сделала ещё одну работу, и мне стало легче. Я понимаю, что у меня теперь остался один диплом и одна статья, и я всё просто разгребла. и я встала и начала убираться. У меня появились силы, у меня появилось желание, у меня появилось настроение приводить в порядок свой дом, приводить в порядок себя. Я искупалась, я приняла ванну, что я делала крайне редко. В общем-то, всё, если вы думаете, что это у вас такое состояние осеннее-зимнее, то на самом деле всё имеет свои причины, даже какие-то мельчайшие, типа, нет гардероба, нет новой кофточки, нет новых сапожек, хочу новенькое, а денег нет, проблема раз, деньги, проблема два, нет нового гардероба, там три, то-то, учёба, работа, семья. В общем, всегда есть какая-то причина, и просто так вы не можете впасть в состояние депрессии. У меня практически всегда так бывает, если я в каком-то нахожусь в состоянии анабиоза, мне потом нужно как-то это состояние восстановить. И единственный способ, который у меня получается, вернее не единственный, но один из них, это совершение каких-то покупок. Не обязательно дорогих, не обязательно дешёвых, просто вот купить то, что мне необходимо, то, что я буду чувствовать от этого какую-то необходимость. И, кстати, иногда, иногда мне очень помогает уборка. Теперь давайте по покупкам. Первое, что я купила, чайник. Почему он называется кофейник, я понятия не имею. Что там, кофе разве заваривают? Для меня это всегда был заварник, в котором нужно заваривать чай. Абсолютно всегда. Кофе у меня есть только в двух вариантах. Это кофе в пакетике, который я не пью. И вообще кофе не пью, но просто для меня, да, это в пакетике. И это кофе в кофеварке, или кофе-машинке сваренной. Что за эта система, я не знаю. В общем, он был по скидке, он стоил 200 рублей всего. И он большой, на 800 миллилитров, но у нас семья большая, мы такие чайманы, поэтому вот такой стоил 200 рублей, а 600 миллилитров стоил 250 рублей. Я так думаю, что нам побольше, получше, но еще и дешевле. Абсолютно хорошего качества. Я видела точно такие же на Озоне, за тысячу, за две тысячи рублей. Очень хорошего качества такого, знаете, прям хороший. Кстати, да, половина покупок я сделала в магазине Fixed Price, и половина в Галамарте. Галамарт, это что-то среднее между Fixed Price и, как там, заодно в Москве называется. Это не магазин фиксированных цен, это не магазин, даже с какими-то там тремя разными вариантами цен, это просто дешевый магазин, где можно купить там что-то за 20 рублей, за 45, за 49, за 58, и за 600 можно купить. Там абсолютно разные цены, просто они дешевле, чем в каких-то магазинах, типа Пятерочки, ну вот что-то такого. Опять прослеживаются мои белорусские корни, и что-то такого. Дальше я купила фольгу, опять же, вот это то, что дешевле покупать в таких магазинах. Ватные диски, это я купила в Fixed Price, это тоже то, что просто выгоднее покупать. Средства для зеркал и стекол, я на самом деле использую их не по назначению, а для вытирания пыли с поверхности. Я не очень люблю делать мокрую уборку, влажную, потому что у нас кот, и когда ты вытираешь какую-то поверхность с пылью, то ты постоянно за собой волосы его, шерсть плетется, и чтобы протереть один стол, нужно три раза тряпку смочить. Поэтому я предпочитаю вот такие вещи, брызнул и сухой тряпкой стер. Также взяла вот эти вот перчатки, о чем я говорила, вот это вот две пары в Fixed Price, и вот это тоже в Fixed Price, здесь одна пара, но она какая-то суперстойкая, типа суперпрочная, она намного больше, и она действительно толще. Дальше я не смогла уйти без резинок, причем взяла вот такие обычные, мне что-то надоели, вот эти вот Invisi Bubble, резинки с закосом под провод, мне они стали плохо держать волосы, я люблю, чтобы держала конкретно, чтобы когда ты там прыгаешь, бегаешь, встаешь и садишься, у тебя не было вот этого трясучки сзади, а они все-таки не сильно держат, и мне это раздражает, поэтому я взяла вот такие, в которых нет никаких металлических вставлений, просто вот резинка по кругу. Она выдергивает волос мне столько же, сколько и Invisi Bubble, абсолютно так же. Это то, с чем я сейчас пойду пить чай, который закипел. Когда я захожу в фикс прайс, я их обязательно беру. Последнее, вот такая вот у меня система ниппель. Во-первых, по-моему, эту штуку видели все, но почему-то все покупают с пингвином, а мне с пингвином не понравилось. Я увидела вот такую, типа Деда Мороза, Санта Клауса, и мне она показалась более интересной. Почему-то пингвин у меня никак не ассоциирует с Новым годом, вот вообще никак. Это не панацея, типа у меня никогда не было, увидела и пошла купила. У нас регулярно они меняются. И последнее, это кофта, которую я увидела у Алины. Алина, спасибо за то, что ты мне подсказала, блин, надо отрезать нитку. 99 рублей, фикс прайс, фикс. 99 рублей, я взяла размер 50, вот такая вот огромная. Кстати, материал правда хороший. Это, знаете, немного так стремновато, в фикс прайсе, копаться в отделе с бельем. Не знаю, мне почему-то всегда так стыдно, но я никогда не подхожу к носкам и трусам, нет, для меня это вообще перебор. Я целенаправленно туда шла, и взяла ее для того, чтобы ходить дома. Я очень люблю дома длинные кофты, которые закрывают мне попу, и которые закрывают мне руки, они вот, ну, не три четверти, которые прям вот такие длинные. Поэтому я взяла 50, я смотрела 46, но 46 мне бы по рукавам был вот так, наверное. А если учитывать то, что она широкая, она бы у меня не вот так в обтяг была, да, как на платье, а вот широкая, колом бы стояла. Это было бы некрасиво, как подстрельный воробей. Поэтому я решила, что они хайп будут 50, будет широкая, будет длинная, но я дома люблю такие вещи. На сегодня это все. Я очень довольна, знаете, прям так полегчало. Вот странно, да, но мне иногда не нужно какие-то кофты, шмотки, платья новые. Мне иногда хочется прям купить что-то для дома, протирать пыль, купить новые тряпочки, купить новые губочки, купить что-то вот такое вот. И когда я начинаю это применять, я такой кайф получаю. Именно поэтому я не представляю, как я буду, не буду, но в принципе, если бы у меня была такая возможность, как бы я нанимала помощниц, домработниц, я не представляю. Потому что я получаю такое колоссальное удовольствие от того, что я вот новеньким протираю, я вижу результат. Я не представляю, как это бы за меня делала какая-то женщина, я бы сидела дома, смотрела бы в монитор, а она как холоп бегала, а я бы такой, царь, сидела, она бы все убирала. Поэтому я не представляю, я получаю удовольствие от этого, и очень часто покупаю разные штучки специально для того, чтобы себя радовать. Вот, на этом хватит болтать, так, наверное, получилось очень длинное видео. Пошлите пить чай. Вернее, я пойду, ну и вы можете, в принципе, пойти, но я пойду без вас. Пить чай с мамиными булочками, с вкусняцкими конфетами и с круассанами. Все, всем спасибо за внимание, не хандрите, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok